Качество Какой вообще самой простой Метрикой мы можем описать Качество продукта? У кого есть какие варианты? Еще проще Как расширяемость? У кого еще какие варианты? Заказчикам, да А что не любят заказчики? Баги, абсолютно в точку Вот, да, я думаю каждый из вас Сталкивался с этим жуком Но, вот если задуматься Какой, скажем так Основной камень преткновения В возникновении багов То есть, что является первоисточником? У нас есть какие-то системы, которые подвержены Больше багам, чуть меньше багам Вообще, вот, как вы думаете? Хороший вариант Еще варианты? Непонимание задания Ну, да, окей То есть, это больше Как бы к прикондишенам Да, к задаче Что вообще Нам может сказать такая штука Как комплексити? Сложность Да, то есть, в принципе Если мы делаем достаточно простой продукт Ну, грубо говоря Давайте возьмем Пример калькулятор Мы делаем простейшие Арифметические операции Плюс-минус Вероятность возникновения бага Ну, минимально Только мы начинаем Расширять функциональность То есть, мы, допустим Делаем какой-то инженерный калькулятор То есть, наша программа Становится сложнее И наступает определенный момент Когда мы просто-напросто Утрачиваем контроль над комплексити И вообще, если задуматься То в архитектурных подходах В разработках всевозможных инструментов Допустим, разработка с помощью автотестов То есть, все это направлено на то Чтобы бороться с комплексити Есть такой вообще интересный Еще один архитектурный подход Как микросервисы Да, то есть, если с одной стороны подумать То микросервисы направлены на то Чтобы бороться как раз с этой комплексити То есть, все просто Мы разделяем наше приложение На несколько контекстов И путем изоляции Уже можем работать непосредственно В каком-то контексте Но у микросервисов есть очень Такой вот тонкий момент Что микросервисы добавляют Дополнительную сложность в коммуникациях Если мы начинаем утрачивать контроль Над коммуникациями То все то, что нам дают микросервисы Мы можем просто поставить крест и перечеркнуть И прежде чем приступить дальше Мне вообще просто интересно Из присутствующих в зале Кто уже работал или работает с микросервисами Окей, ну достаточно большое количество Людей А кто из вас сталкивался вот с такой вот картинкой С интеграционным хеллом То есть, это тот самый клубок зависимости В который мы можем попасть Утратив контроль над коммуникациями Сегодня мы поговорим как раз Об подходах Об инструментах Для того, чтобы Ну не кому-то выпутаться А кому-то, допустим, даже не попасть В этот клубок зависимостей Я расскажу О внедрении некоторых практик Нашей компании И пару слов хочу сказать Про проект То есть, компания G-Keep Производитель вот такого вот девайса Который предназначен Для контроля расхода качества Топлива на коммерческом транспорте И некоторое количество времени назад Наша компания делала первую версию проекта Где-то, наверное, ну больше двух лет назад Это была монолитная система Система предназначалась для контроля Расхода топлива и GPS позиционирования Коммерческого транспорта То есть, это была система монолитной Девайс, который я показал на предыдущем слайде Устанавливался на автомобиль Но этот девайс не обладал GPS модулем GSM модулем То есть, и мы использовали TomTom навигатор Для связки Все это как бы воедино и целое Также TomTom навигатор Давал сервис WebFleet Это сервис логистики Который мы еще также использовали Просто-напросто как дататрансфер То есть, мы запаковывали Какие-то данные с датчика В контейнеры, которые предоставлял нам TomTom И передавали на сервер WebFleet Ну, поскольку, как я уже сказал WebFleet предоставляет public API Мы можем считать этот API stable И применить mock То есть, ну только mock не в классическом представлении Какой-то объект, наделенный ожиданием А просто наша архитектура построена таким образом Что мы можем, допустим, подменить коннектор Который в нашей архитектуре выделен в отдельный класс И эмулировать доставку сообщений Вместо HTTP транспорта Писать какие-то JSON файлы Локально формировать их И эмулировать разные бизнес кейсы То есть, таким образом Мы применяли тестирование Но еще интересный факт Что вообще такой подход позволил нам Вообще вести разработку Поскольку разработка бэкэнда Ну, достаточно серьезно Опережала разработку этого девайса И мы с помощью вот такого подхода Даже эмулировали бизнес кейсы Которых не существовало еще просто в природе Все это неплохо работало Пока мы не получили спецификацию на вторую версию Мы видим, что вот та самая сложность Даже по этой схеме Она достаточно серьезно возросла И вот давайте разберем Вообще, что же было в спецификации Что заставило нас задуматься Об микросервисной архитектуре Не как дань моде А как вынужденным решением Для того, чтобы сделать более надежную систему Ну, во-первых, у нас имеется Наш старый бэкэнд Который мы должны поддерживать И дополнительно у нас появляется система Которая будет обслуживать Агрикалчатранспорт И плюс в спецификации Закладывалось требование Обеспечить достаточно простое и гибкое расширение Третьей подсистемы в будущем Которая будет контролировать расход Жидкости в индустриальных емкостях Также наш девайс стал уже более взрослым Он обзавелся своим GPS-трекером GSM-модулем И мы полностью избавились от связки Том-том и веб-флита И на наши плечи легла задача реализовать По сути говоря, свой веб-флит Здесь он представлен в виде дата роутера И нам было важно обеспечить Максимально надежный прием сообщений от девайсов То есть мы не должны были в ходе каких-то багов Допустим Просто-напросто давать некорректный ответ На прием сообщений Поэтому здесь дата роутер Немножко изображен утрированно Но на самом деле здесь система направленная Сначала все складывать Потом мы только занимаемся Декодингом, парсингом данных И так далее И еще интересным фактом является то Что на этапе производства такого девайса Мы не знаем в какую подсистему он будет установлен Мы имеем магазин В котором кастомер может активировать подписку И эта подписка будет передана В микросервис девайс регистр Где уже будет информация В какую подсистему нам необходимо направлять данные И уже потом наш дата роутер На основании этой информации Будет принимать решение Куда же направить нам сообщения Давайте разберем Как же теперь мы можем протестировать Нашу систему Ну, в принципе, по аналогии Мы точно так можем использовать МОК Допустим, нам нужно симулировать Доставку сообщения С какого-то девайса Имеющий определенный имей И какие-то сенсор данные Которые приходят в сообщение от девайса Ну, чтобы наша система работала А мы выбрали сначала применение End-to-end тестов То есть у нас сквозной тест Который дает что-то на вход И мы получаем, проверяем Где-то на выходах в наших подсистемах То есть, чтобы такой тест у нас работал Нам нужно вообще установить состояние В нашей подсистеме То есть, проще всего это сделать Допустим, зафиксировав Единожды в базе данных Создав какой-нибудь, допустим, МОК-девайса На который мы будем навешивать все наши тесты Но более правильно сделать это с помощью фикстур Ну, это в Symfony, да В Laravel это Sits То есть мы должны сформировать наш девайс И каждый раз, когда мы прогоняем тест Должны подгружать эти состояния В наши подсистемы Но также мы видим, чтобы проверить У нас достаточно много точек В которых нужно сделать проверки То есть мы должны пройтись по разным подсистемам И сказать, да, действительно у нас система функционирует Так, как мы ожидаем И еще одним фактом является то Что нам, по сути говоря Этот тест нужно выполнять полностью В окружении Которое будет, ну, в минимуме Напоминать продакшн-систему То есть мы должны полностью Развернуть все наши сервисы Прогнать все наши тесты И, ну, можем сказать Да, все у нас отлично работает Какая же проблема С вообще вот End-to-end тестами Если мы увлекаемся End-to-end тестами И начинаем полностью полагаться На End-to-end тесты В тестировании Всей нашей бизнес-логики Мы начинаем чувствовать Вот себя примерно таким вот образом Да, естественно Эти тесты являются Trustful То есть мы можем полностью им доверять Поскольку они, ну, по сути Реплицируют все то Что у нас будет происходить В продакшне Но их достаточно сложно создавать Потому что нам нужно Достаточно много синхронизаций Установки состояний Эти тесты могут выполняться Гораздо дольше Особенно если это не только API-тесты Они затрагивают какие-то UI-ные части Нам нужно делать множество ассертов Их достаточно тяжело поддерживать Но основным минусом, наверное, является то Что когда у нас такой тест падает Мы не можем четко сказать Где у нас произошла проблема И порой нужно делать целый ресерч Чтобы вообще понять, пройти И на практике это выглядит примерно так Вместо того, чтобы разбираться Мы раз пять, наверное, перезапустим наш тест-сьют Чтобы понять, что действительно ли у нас Это закономерность А не какая-то, допустим, там проблема С нашей инфраструктурой И таким образом, если посмотреть На треугольник тестирования Мы видим, что вот здесь в вершине Мы действительно должны иметь Определенное количество N2N-тестов Но они должны только нам отвечать на вопрос Что в принципе наша система целостна И если мы начинаем увлекаться N2N-тестами Для тестирования бизнес-логики Со временем наш треугольник Наше основание треугольника Оно просто раздувается И превращается в основание И тут мы резко обнаруживаем такое Что мы вообще утратили основной смысл Вообще построения систем в тестировании Мы должны получать как можно быстрый фидбэк То есть ни один разработчик не любит сидеть Ждать 10, 20, 30 минут, час Несколько часов, ночь В зависимости от количества ваших тестов Чтобы убедиться, что его изменение Дало положительный результат И соответственно Мы должны как-то бороться с этим состоянием Давайте перейдем на вообще Следующий этап И попробуем разбить нашу систему С помощью интеграционных тестов То есть это следующий шаг Чтобы сделать нашу систему проще То есть мы начинаем бороться с нашей комплексити Мы выбираем из нашей вот такой вот Паутины сервисов Два соседних сервиса Которые коммуницируют В нашем случае это датароутер И девайс регейстр То есть мы имеем определенный тест-сьют Тест-кейсы, которые нам нужно прогнать И вот мы уже видим, что Подгрузить состояние в наш микросервис Нужно только всего лишь один То есть нам достаточно загрузить В фикстурах наш девайс И как бы у нас становится Все гораздо проще То есть таким образом Мы вот немножко сузили Проблему И вроде бы казалось бы Что нам стало жить проще Но какая проблема С интеграционными тестами Интеграционные тесты Это скам Я конечно это говорю не так Скандально и не так вызывающе Как говорит это в своем докладе JB Reinsberger Integrated Test ISCAM Но я рекомендую вообще Это видео к просмотру Потому что человек затрагивает Достаточно фундаментальные вещи А в чем же вообще проблематика Интеграционных тестов Проблематика лежит в математике А вернее даже сказать в комбинаторике То есть когда у нас есть система Которая обладает несколькими слоями И каждый слой Накладывает определенные ветвления То сегодня уже мы видели вопрос Сколько нам надо тест кейсов Для того чтобы протестировать Достаточно простую функцию Три А теперь представьте Что в этой функции у нас происходит То есть серьезное ветвление И вот то количество тестов Которые нам необходимы Оно имеет экспоненциальную зависимость То есть таким образом Ну вот если опять же Мы сильно увлекаемся Интеграционными тестами Мы можем попасть в ту же самую ловушку Что и с N2N тестами Я опять же никаким образом Не призываю к тому Чтобы быть чистым Таким вот юнит тестером Допустим которым является JB Reinsberg и призывает Вообще не использовать Интеграционных тестов Но изучив это видео Вы поймете проблематику И наверное может быть Станете чуть-чуть лучше Писать даже интеграционные тесты Если вы их уже пишете Но что мы можем сделать дальше Для улучшения нашей системы Естественно спуститься еще На одну ступеньку вниз И использовать те же самые MOK Для подмены Допустим нашего девайс регистра Да в нашем случае мы видим Что мы создали MOK На определенную версию API Допустим 1.0 Который предоставляет наш регистр И таким образом мы решаем ряд проблем Ну во-первых нам уже не нужно фикстуры Во-вторых наши тесты стали гораздо быстрее То есть они стали очень быстрыми Их стало легче создавать Даже потому что не надо нам уже Никакой инфраструктуры То есть разработчик, который работает локально Может полностью изолировано работать С одними юнитестами Для работы над одним микросервисом И опять же, казалось бы Что мы нашли ту самую серебряную пулю Которую и должны использовать Но не все так просто Давайте разберем такой кейс Когда у нас в точке 1 Допустим представим Что здесь Continuous Integration Server Мы имеем определенный сьют тестов Который выполняется на Ну пуш изменения кода То есть мы имеем замок на API У нас запускаются тесты Все хорошо, классно, все зеленое Но в точке 2 у нас произошел деплой И между Mock 1.0 и API 1.1 Есть несовместимые изменения Сегодня как раз тоже задавали вопрос Как контролировать допустим Версионность в RabbitMQ Я немножко позже тоже поговорю об этом Сейчас мы рассматриваем только коммуникацию Через API Но в принципе эти проблемы схожи И вот если мы не будем проверять Актуальность Mock У нас нет никакого механизма Кроме как диалога Между девелоперами и собственной головы Мы можем получить вот ситуацию 3 Когда пробегая все тесты Наш сервис попадет в продакшн И у нас система перестанет работать То есть таким образом мы имеем Вот проблему контроля этого expiration И на практике это может выглядеть таким образом Допустим у нас есть наш data router У него есть unit test Который использует вот здесь как раз Это наш Mock И мы эмулируем Говорим что у нас У нас когда поступает какой-то реквест Дай нам вот такую вот симулированную структурку А внутри наша бизнес логика Давайте представим что опирается на First frame ad поле Которое используется внутри нашей бизнес логики И теперь если мы не проконтролируем Целостность вот этих структур И представим что в нашей Так сказать жизни В продакшн попала другая структура Здесь утрированно изображено First frame created ad Но на практике такое действительно происходило И когда вместо Mock'а у нас уже работает Наш реальный HTTP клиент Наша бизнес логика поломается То есть таким образом Это является достаточно Скажем так распространенным Кейсом Но помимо таких кейсов У нас еще существует человеческий фактор И часто под давлением Каких-то дедлайнов То есть внимательности То есть это и есть человеческий фактор Люди получив негативный результат То есть наши тесты поломались Вместо того чтобы искать проблему Начинают подгонять юнитесты Под свои ожидания И какие вообще существуют Возможные нету Хорошо Давайте разберем какие вообще существуют Практики борьбы С людьми Да с людьми в том числе Ну я изучал достаточно много материала По тестированию микросервисов И вот я встречал такой подход Допустим Как использует компания Wix Которая говорит Нет, мы используем только N2N тесты Вот как раз они создают Достаточно сложные системы Пишут SDK Пишут клиенты под эти SDK Которые позволяют синхронизировать Ихние микросервисы И живут только на N2N тестах Ну мы опять же сегодня уже разобрали То есть какие это могут Может давать проблемы Вторым вариантом решения проблемы Может быть использование контроля Схем данных Да, нам может помогать Такой инструмент как Swagger с OpenAPI спецификацией В принципе Про Swagger мы тоже И OpenAPI сегодня поговорим Но это опять же не решает Всех проблем И есть какие-то инструменты другие Которые позволяют нам Привязаться и контролировать Четко схемы данных Опираясь на провайдер Но мы выбрали стратегию Consumer Driven Contracts Существует Consumer Driven Contracts И Provider Driven Contracts Как это вообще все работает То есть у нас есть провайдер Провайдер дает какой-то API Через которую мы получаем Структуры данных Которые необходимы Нашему консумеру И если мы сформируем Контракт Базируясь на тех ожиданиях И на тех бизнес Потребностях Консумера Которые ему необходимы Мы можем потом Контролировать этот контракт И решать вот как раз Те проблемы О которых мы сегодня поговорили С другой стороны Есть Provider Driven Contracts Но здесь вот как раз И есть та Наверное Схема Когда мы привязываемся К провайдеру И контролируем Полностью схемы Которые дает Только нам провайдер А на самом деле У провайдера Может быть несколько Консумеров И каждый консумер Может не использовать Полностью Весь функционал Провайдера То есть дальше Мы тоже об этом Поговорим о таком кейсе Ну это была теория Мы понемножку Переходим к практике Есть Pact Foundation Framework Который имеет Вот такой вопрос На первых страницах Своей документации А нужно ли нам Устроить пожар Для того чтобы Протестировать пожарную Сигнализацию В нашем доме Документация Docs Pact.io И существует Pact.php Библиотека Которая и позволяет Интегрировать Вам Пакт В php проект На самом деле Это обертка На стендалон Ruby Библиотека Но в принципе Этого хватает Для того чтобы Работать В php Проектах Итак Как это все Работает То есть Пакт позволяет Нам Быть таким Вот Посредником И Разорвать Эту самую Жесткую связь Между Консюмером И провайдером То есть С одной стороны Вот на Implementation Bundary Мы как раз Сделаем Тестирование С помощью Моков То есть Допустим Мы имеем Роутер Который Нужен Допустим Тоже поле First frame Add Допустим Мы Фиксируем Это в нашем Контракте Мы говорим Какой реквест Пошлет наш Консюмер И какая Минимальная Структура Данных Будет Необходима Ему Для Обеспечения Его бизнес Потребностей И с другой Стороны Если у меня Есть Допустим Второй Консюмер Который Работает С тем же В нашем Случае Это Допустим Магазин Мы можем Точно так Сформировать Контракт Который Будет Рассчитан Только на Бизнес Потребности Моего Магазина И потом Этот контракт Используется По сути Говоря Мок Сервером Который Предоставляет Пак Тоже В своей Поставке И мы Можем Делать То самое Тестирование С помощью Моков Но дальше Очень Интересное Решение Которое Позволит Нам решить Эту Экспирейшн Проблему Это как раз Ремоут Бандри Мы можем Взять Эти контракты И провалидировать А действительно Ли наши Структуры Которые Мы Замокали Действительно Ли они Актуальны Сейчас На провайдере Тем Самым Мы получаем Полную Гарантию Совместимости Схем Нашей Коммуникации Также Пак Там Еще Называют Сам Файл Контракта То есть Это Вот Такой Вот Джейсон Файл В котором Мы должны Определить Сначала Имя Нашего Консумера Имя Провайдера И У нас Есть Сет Интеракшнс В котором Мы И определяем Вот эту Самую Коммуникацию То есть Мы Определяем Реквест На какой Инпоинт Какой Протокол Использовать И Респенс И Если У нас Наш Консумер И провайдер Коммуницируют Достаточно Комплексно У нас Может Быть Множество Зафиксированных Коммуникаций И Также Метаданные Которые Позволят Нам Потом Провалидировать Наш Контракт Здесь Вот Я Привел Пример Юнит Теста У нас Есть Консумер Реквест Который Идет Из Коробки Пакта По сути Говоря Мы Здесь Просто Определяем Какие Ожидания На наш Реквест То есть То что Мы Видели В Джейсон Файле Дальше Мы Определяем Респонс То есть В принципе Мы можем Определить Фиксированный Респонс И 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 Конкретные Значения Но Вот Здесь Как раз Используется Матчер Который Позволит Нам Реализовать Так Называемый Закон Пастела Который Говорит Что Мы Должны Быть Консервативные В том Что Мы Отправляем И Либеральные В том Что Мы Получаем То есть Каким Образом Это Работает То есть Мы Вместо Того Чтобы Привязываться К Реальным Значениям Мы Можем Использовать Доступные Из Тайм Будет Проверять Только Формат Дат Ну И Соответственно Булиан Интежер Значения Опять же Будут Уже Более Строго Контролировать Типы Данных Существует Табличка Этих Матчеров Если Чего-то Нам Не Хватает Мы Можем Использовать Регулярные Выражения Определять Наши Матчеры Но С помощью Матчеров Еще Мы Можем Решить Подобную Задачу Общаясь С другими Девелоперами Я Получил Вот один Такой Контраргумент Что Мы Вот Можем Протестировать Не Любую Структуру Данных Посмотрите На эту Структуру Данных И кто Здесь Видит Какие Проблемы Да Абсолютно Верно То есть У нас Каунт Почему-то Находится В формате В поле Users Да И Вот Мы Должны Задаться Вопросом А Должны ли мы Вообще Тестировать Такую Структуру И Пакт По сути Говоря Так же Как Юнит Тесты Не Дают Нам Деградировать Нашей Архитектуре И Не Каждую Архитектуру Можно Протестировать С помощью Юнит Тестов Точно Так же И Пакт То есть Он Дает Нам Механизмы Контроля Над Структурами Данных Не Дает Нам Писать Какие-то Неправильные Структуры Которые Не Ложатся На Матчеров То есть Таким Вот Образом Это Еще Заставляет Девелоперов Следовать Каких-то Правил Это Это На самом деле Пример Который Приведен Из Диалога То есть Вот Был Диалог Был Обсуждение Пакта На Другой Конференции И Вот Там В качестве Аргумента Приводился Пример Вот Такую Структуру Мы Не Протестируем Да Не Протестируем Я Не Спорю Дальше Поехали Мы Должны Создать Конфиг Для Нашего Мок Сервера Мок Сервер EnvConfig Позволит Прочитать Переменные Окружения И Сформировать Конфиг Для Нашего Мок Сервера И Дальше Interaction Builder Позволит Как раз И Увязать Наш Реквест Наш Респонс Дать Нам Какое-то Описание В Бизнес Вэлью Которое Мы Вкладываем А Вообще Пакт Это По сути Говоря Так Называем By Example Фреймворк Тест By Example Дальше Мы тоже Разберем Немножко Более Подробно Этот Подход То есть Таким Образом Мы И Формируем Как раз Вот Ту Юнит Для Interaction Извиняюсь Да Итак Мок Сервер То есть Мы Должны Просто-напросто Переопределить Endpoint И Вместо Реального Провайдера Теперь Будем Использовать Endpoint Мок Сервера Который Будет Стартовать При старте Нашего Сьюта То есть На Локал Хосте Допустим На Сконфигурированном 9.0.0.1 Порту Поднимется Мок Сервер И Возьмет Тот Самый Указанный Реквест Который Мы Указали В Юнит Тесте Пройдется По всему Нашему Контракту И Определит Тот Респенс Который Надо Дать Дать Нашему Консумеру То есть Таким Образом Мы Уже Тестируем Допустим Наш Датароутер Полностью Без Использования Реального Сервиса После Выполнения Теста Будет Сформирован Как раз Этот JSON Файл То есть Наш Контракт И Здесь Уже Более Подробно Можно Видеть Матчинг Руллинз Который Мы Будем Использовать Для Валидации Нашего Контракта Дальше У нас Код По сути Говоря Запустит Наш Интерэкшн То есть Это Здесь Какой-то Уже Ваш Бизнес Кейс Который И Инициирует Коммуникацию Между Консюмером И Провайдером И Последним Шагом Мы Должны Сделать Verify То есть Verify Как раз Служит Для Отслеживания Таких Ситуаций Когда У нас Произошла Какая-то Ошибка Внутри Коммуникации Внутри Кода И у нас Дело До Коммуникации Даже Не Дошло То есть Если У нас Не Произойдет Коммуникации То есть Если Даже У нас Не Будут Вызваны Эти Эпиколы То На Этапе Verify У нас Тест Упадет То есть Он Скажет О том Что Что То У нас Не Так А не Просто Сравнить Структуру Мы Разобрали PHP Unit Но Мы Также В нашей Компании Используем Такой BDD Фреймворк Как Behat И Наша Компания Совсем Недавно Сделала Релиз На GitHub Smart Gamma Pact Behat Extension Это Расширение Для Behat Которое Позволит Работать С Пак В Формате BDD То есть Мы Имеем Какую-то Given Часть Здесь Мы Задаем Состояние На Провайдере Которое Мы Поговорим Чуть 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 Позже Здесь Мы Описываем Допустим Реквест Куда Он Должен Уходить Нашу Структуру Точно Так С Матчерами И Уже Непосредственно Сам Тестовый Код Который Инициирует Коммуникацию Между Нашими Микросервисами И По Тегированию Такого Сценария Как раз Запустится Тот Verify О котором Мы Говорили Который Проверит Действительно Ли была Коммуникация Между Нашим Консумером И нашим Мок Провайдером После Удачного Выполнения Такого Теста У нас Будет Сформирован Локальный Файл Здесь Мы Можем Видеть Что Он Будет Написан В Папку Которая Будет Сконфигурирована В Переменных Окружений Передана Через Конфиг Но У нас Также Есть Возможность Задать Адрес Брокера Брокер Дело В том Что Все Это Тестирование Как раз Применяется Для Тестирования Микросервисов Естественно Микросервисы Являются Распределенными Системами И Таким Образом Мы Сможем Сначала На Вот Этом Этапе Прогнать Тест Здесь Сформировать Наш Пак Джейсон Локально И Если Мы Задали Адрес Нашего Пак Брокера Это Такое Будет Шеред Хранилище Куда Мы Будем Складывать Наши Контракты Которые Потом Будут Запрошены На этапе Валидации Наших Контрактов И Уже Запущены На стороне В тест Сьюте Нашего Провайдера Поднять Пак Брокер Очень Просто Можно Взять Докер Образ Развернуть Его Допустим На каком Немного Вашем Континус Интегрейшн Сервере И В Пакете Пак Брокера Идет Веб Юай Который Еще Позволяет Просматривать Достаточно Много Полезной Информации То есть И Вот Такую Можно Сказать Даже Документацию Которая Если Сравнивать С документацией Допустим OpenAPI Которая Описывает Что Дает Нам Провайдер То Такая Документация Как раз Служит Больше Для Консюмера И Поэтому У нас Консюмер Дривен Контракт То есть Мы Можем Открыть Документацию И Полностью Просмотреть Вообще Как же Используется Наш Консюмер То есть Мы Тоже Можем Эффективно Документировать Коммуникации Между Нашими Системами Но Как я Уже Говорил У нас Есть Проблема Это Отследить Вот Точку Три То есть Все То О чем Мы Поговорили Это У нас Как раз Точка Один И Каким же Образом Мы Можем Решить Эту Проблему Эта Проблема Решается С помощью Провайдер Верификейшн То есть Мы Закончили Со стороной Консумера Мы Прогнали Наш Тест Сьют Сформировали Контракт У нас Есть Контракт Теперь Нам Нужно Перейти На Сторону Провайдера И Уже Пакт Позволяет Сделать Мок Для Нашего Консумера И Работать С реальным Провайдером Он Возьмет Из Формированного Джейсон Файла Как С магнитной Лентой Как будто С магнитофона Все записанные Этерэкшены Получит Реальный Респанс Нашего Провайдера И Сравнит То что мы Эмулировали Для Нашего Мока То есть Здесь Приведен Пример Теста Который Должен Запускаться На стороне Провайдера И для Того Чтобы Верифицировать Наш Контракт Нам Достаточно Вызвать По сути Говоря Помимо Всего Конфигурация Мы Должны Вызвать Верифайер И указать Имя Того Консумера Который Мы Хотим Провалидировать Но Для того Чтобы все Это работало Мы Понимаем Что Если Мы Эмулировали Какой-то Девайс И Девайс У нас Имеет Имей Естественно Мы Должны Иметь Состояние На нашем Провайдере Чтобы Наш Провайдер Банально По Get Девайс Имей Имел В базе Данных Такой Девайс То есть Мы Решали Эту Проблему С помощью Подгрузки В фикстурах Мы Можем Определить Фикстуры Подгрузить Запустить И все У нас Будет Работать Но Пакт Имеет Так Называемый Provider State URL На который Мы Можем И отправлять Ожидаемые Наши Состояния Давайте Разберем Как Это все Работает Не знаю Насколько Хорошо Видно Но Вот В Given Части Мы Можем Описать Наше Состояние То есть Здесь Мы Допустим Говорим CREATE DEVICE С определенной Структурой То есть В нашем случае Это как раз Девайс С определенным Имеем Который мы Задаем И Провайдер Будет Понимать Эту структуру Данных И создавать Уже Через API Этот девайс Который Мы ожидаем Получить В нашем Респансе Также Мы можем Задавать Вот Такого вида Допустим Состояния Если я Хочу Проверить Как же Реагирует Отдает Какой Респанс Мой провайдер На несуществующий Девайс Я могу Задать Состояние Вот в таком Виде Given device With May Does Not Exist И Теперь Перед тем Как отправить Реквест Пакт Отправит Провайдер Стейт Через Определенный API То есть Здесь Мы создаем Наш девайс Или Подгружаем Фикстуры Только Потом Отправляется Этот Реквест Уже Гарантируя Тем Что у нас Этот Девайс Будет Всегда Находиться В валидном Состоянии Потому что Другие Тесты Могут Его Тоже Менять Как-то Изменять Дизейблить То есть Мы хотим Получить Всегда Валидное Состояние Перед Началом Теста И потом Уже Получить Актуальный Респанс Мы Решаем Эту Проблему С помощью Вот Такого Пакт Стейт Менеджера Мы еще Не зарелизили Его В паблик То есть Он у нас Еще в Приватном Состоянии Но Здесь Вот Мы Как раз Реализовали Так называемый Инжектор Который Позволяет Преобразовывать Структуры Креет Какой-то Энтити И джейсон То есть Это Нас Создаст Запись В базу Данных Если же Я передаю Не джейсон Структуру Я могу На человеческом Языке Описывать Определенные Стейты Указывать Какие Фикстуры Мне надо Догрузить Подгрузить Перегрузить Очистить Базу Я могу Решать Это С помощью Plain Text State То есть По сути Говоря Определить Потом Только Класс В котором Будет Сказано Матчинг Того Текста Который Мне Нужно Сделать И Запрограммировать Управление Состоянием На моем Провайдере Вот После Того Когда мы Прогнали Этот Тест У нас Все Провалидировалось Или Не Провалидировалось Мы Можем Видеть Этот Результат Также В Брокере То есть На первой Картинке Показано Как раз Вот Тот Кейс Когда У нас Сформировался Контракт И Мы Потом Этот Контракт Провалидировали И Валидация Произошла Успешно Если У меня Кейс Когда Я Создал Контракт Этот Контракт Поменялся Брокер Следит За изменениями То есть Если У меня Происходит Тест Снова 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 Он Даже Не Будет Мне Говорить О том Что Мне Его Надо Валидировать Но Как Только Он Увидел Что Мои Контракты Поменялись Он Сразу Желтеньким Покажет Мне Ворнинг Что Моя Новая Структура Еще Не Провалидировалась И Соответственно После Валидации Если Эта Валидация На Провайдере Не Прошла Покажет Красным Что Мы Уже У нас Нет Уже Возможности Делать Деплой И Мы Должны Разбираться В чем У нас Проблема Теперь Логическим Уже Шагом Является Заимплементить Это все На Continuous Интегрейшен Вот Давайте Рассмотрим Сначала Первый Кейс Когда Мы Имеем Консумер И У нас Происходят Какие-то Изменения В нашем Консумере То есть Мы Работаем По Git Flow У нас Есть Какая-то Фича С Номером В Джире Мы Создаем Ветку По Имени Этого Таска Изменяем Код Пушим И На Вебхуке У нас Активируются Тесты На стороне Консумера Здесь Как раз Происходит МОК Тестирование И Формирование Моего Контракта Теперь Моя Задача Запустить Тест Сьют На стороне Провайдера Мы должны Сконфигурировать Даунстрим Джоб Который Дернется И Дальше Запустит Тесты На провайдере Мы Реализовали Таким Образом Что Понятно Логически Может происходить Изменение Одновременно И на Консумере И на Провайдере То есть Соответственно У нас Под одной Задачей Может быть Такая же Ветка И на Провайдере И первым Делом Что сделает Наш Тест Проверит А есть ли У меня Версия Соответствующая Номер Эти тикеты В репозитории Уже Провайдера Если она Есть То эти Тесты Будут Запущены В этой же Ветке Если Ветки Нет То будет Фоллбэк На Основной Транк В нашем Случа Это Девелопмент И Произойдет Валидация Контракта Уже Там Соответственно Если Такая Валидация Контракта Провалилась Это Говорит Что мы Делаем Что-то Несовместимое Если Валидация Прошла Это Нам Дает Зеленый Свет На То Чтобы Интегрировать Наши Изменения Мы Используем Jenkins Используем Пайплайны И Вот Как раз Одним Из шагов В нашем Пайплайне Есть Запуск Теста Вот Допустим Запуск Такого Бехатовского Теста Который Как раз И сформирует Нам Контракт Здесь Приведен Пример Пайплайна И В Пост Экшене На Success Я Имею Вот Как раз Вот Тот Самый Downstreet Job То есть Мы Уже Запустим Регистр И Передадим В качестве Параметров Имя Ветки В наш Downstreet Job Дальше На провайдере У меня Запускаются Тоже Тесты В Пайплайне Здесь Темным Видно Что Мы Читаем Наш Контракт С Нашего Брокера И Валидируем Этот Контракт Для Того Чтобы Решить Вот Эту Задачу Резолва Веток Мы Должны На стороне Провайдера Создать Параметаризированный Билд Я не знаю Кто с Дженкинсом Работает Я думаю Знаком С таким Типом Конфигурации И Здесь Я Привел Пример Пайплайна Для Решения С Помощью Гит Плагина Допустим Мы Когда Интегрировали Ну Это Отняло Приличное Количество Времени Чтобы Реализовать Все Это Потому Что Именно С Гит Лаб Плагином Не знаю Как Другие Плагины Были Проблемы С Интеграцией Пришлось Решить Вот Таким Вот Образом Это Как раз Решение Той Задачи Резолва Если У Меня Это Ветка В Моем Репозитории То Есть Гист Может Кому Будет Интересно Потом В Слайдах Покопаться Посмотреть Но У Нас Есть Кейс Когда Мы Должны Поменять Провайдер Соответственно Точно Так же Мы Делаем Ветку Мы Комитим Туда Код И Когда Наши Тесты Проходят Они Теперь Должны Как То Определить А Какую Ветку Мне Вообще Просматривать На Не Ветку Какой Контракт Мне Взять С Моего Брокера То Точно Так же Сначала Тест Попытается Взять Те Контракты Которые Тегированы Именем Ветки Если Такие Контракты Не Найдены Но Попытается Найти Тегированное Мастером Это Говорит О том Что Мы Проверяем Тот Контракт Который Сейчас На Продакшене Под Тегом Мастер Лежит Всегда Версия Контракта На Продакшене И Соответственно Если У нас Найдены Контракты И Валидированный Зеленый Свет Если Валидация Провалилась Или Контракты Вообще Не Найдены То Опять же Это Говорит О том Что Что-то У нас Не Так Вообще Теги И Версии Позволяют Нам Сделать Такую Интересную Штуку Как Контроль Обратной Совместимости То есть Нам Вообще Всегда Интересно Мы Сделали Какие-то Изменения И Нам Интересно Понять Освоместимы Или Наши Изменения С Production Версией То есть Вот Таким Образом Можно Разобрать Такой Кейс То есть У нас Находился Консумер Версии Допустим 1.0.1 В Мастере Мы Откололись Сделали Ветку GKP572 И Сделали Какие-то Изменения В нашем Консумере Эти Изменения Мы Отметили Версией 1.0.2 И Вся Наша Цепочка Запустилась То есть Произошло Могтестирование Downstream Job Валидация Контракта И Мои Контракты Провалились Значит Я что-то Поменял В Своем Коде Что Сейчас Нарушает Совместимость С Продакшен Я Разбираюсь С проблемой Я Понимаю Что Да Я Действительно Сейчас Сделаю Какую-то Новую Фич Она Будет Требовать Изменения Структур И Я Правлю Эту Проблема Утагирую Уже Провайдера Версии 1.02 Все у меня Прогоняется Но Я вижу Что Между собой 1.02 И 1.01 Они уже Несовместимы То есть Это говорит Мне о том Что Такое изменение Я могу задеплоить Только одновременно То есть Я не могу задеплоить Один Консумер Или только Один Продакшен Таким образом Мы контролируем Обратную Совместимость Здесь как раз Приведен Юнитест Пример Юнитест Работы С тегами И с версиями И Остается Последний Шаг Это Как же Все это дело Контролировать При деплоях В коробку С пактом Идет Пакт Брокер Клиент Который Имеет Секцию Can I Deploy То есть Мы можем На этапе Опять же Вызова Деплой Джоба С нашего Дженкинса Определить Наши Скажем так Или провайдеры Или консюмеры Которые Перед деплоем Будут проверять Состояние брокера И если мы в брокере Найдем Невалидный контракт То это говорит о том Что мы Не можем Задеплоить Сейчас Нашу сборку То есть Мы как минимум Должны разбираться То есть По какой причине Они у нас Невалидные Прежде чем Перейти к вопросам Я хотел бы Поговорить О том Чем не является Пакт Поскольку Пообщавшись Немножко С разработчиками Я Пришел к выводу Что часто Понимание Вообще Для чего Нужен пакт Они Не соответствуют Реальности То есть Прежде всего Тестирование Контрактов Это не функциональное Тестирование То есть Мы не должны Опираться На На каких-то Функциональных Ожиданиях То есть Ну давайте Представим Да Вот И тоже Такой же У меня кейс Был Что Вот у нас Есть провайдер Есть Консюмер Вот У нас Нет проблем С Допустим Там Изменение Структур Но Когда У меня С консюмера Пришло Поле Там Имеющее В себе Точку Мой провайдер Там Поломался Да Но прежде всего То есть Это не задача Пакта То есть Это задача Функционального Тестирования Задача Пакта Как раз Формировать Контракт Который Будет Ответом На Невалидное Состояние Ну То есть Может быть Такой Пример Когда У нас Есть Допустим User Registration Service Который Получает Какое-то Поле Допустим Юзер Нейм Там С точкой Недопустимым И наша Задача Просто Сформировать Контракт Что Вот На Любое Невалидное Состояние У нас 400 Код Но Если Мы Начинаем На Стороне Консумера Концентрироваться На Различных Кейсах То есть Мы Естественно Можем Перебрать Разность С точкой С пробелом С какими-то Там Другими Символами И можем Действительно Определить Эти Кейсы То есть Мы Действительно На Консумере Можем Создать Много Таких Кейсов Но Проблема В том Что Вообще Задача Валидации Это Задача Провайдера И Представьте Себе Такую Ситуацию Вы Сейчас Сформировали Вот Такие Контракты И Потом Наши Бизнес Правила Поменялись То есть У нас Поменялись Правила Квалидации И мы Теперь Разрешаем С точкой То есть Тем Самым Мы Делаем Очень Большой Коплинг Между Консумером И Провайдером И Нам Эти Контракты Придется Постоянно Менять В ходе Изменений Наших Бизнес Структур То есть Как И Опять же В любой Архитектуре Мы Хочем Сделать Как Можно Менее Связанные Системы Это Первый Поинт Второй Поинт Это Восприятие Пакта Как Замену OpenAPI Свагеру Здесь Опять же Не должно Быть Замены То есть Мы Допустим Используем Эти инструменты В связке То есть Мы Тоже Используем OpenAPI Спецификацию Но OpenAPI Спецификация В принципе Нам дает Просто Информацию О какие Вообще Данные Могут Быть Получены С провайдера Но У нас Есть Кансиумер И мы Как раз Идем От Бизнес Требований Кансиумера И Для того Чтобы Хорошо Ответить На вопрос Нужен Ли Вам Пакт Или Нет Нужно Просто Проанализировать Какая Природа Ваших Клиентов То есть Если Вы пишете Public API И Вы Не Знаете Самый Лучший Вариант Для Вас То есть Вам Действительно Лучше Сделать OpenAPI Спецификацию И Применять Допустим Такие Инструменты Как Dread И Prism Которые В принципе Могут Реплицировать Все То Что Я Сегодня Вам Показал Но Если Вы Работаете В системе Допустим Микросервисной То Вы Знаете Вашего Кансиумера И Вы Знаете Бизнес Ожидание Вашего Кансиумера То Таким Образом Пакт Может Дать Хороший Эффективный Инструмент Для Того Чтобы Сделать Вашу Разработку Безопасной А Самое Главное Что Работая Над Микросервисами Мы Часто Имеем Даже Ситуации Когда Команды Начинают Расти И Над Разными Микросервисами У нас Работают Вообще Разные Команды То Естественно Это Человеческий Диалог Но Инструмент Позволяет Человеческий Диалог Еще И Формализировать И Контролировать Это Автоматически Теперь Ваши Вопросы У меня Все Я Единственное Может быть Перед Вопросом Хочу Дать Ответ Вот Здесь Уже Звучал Вопрос От Этого Молодого Человека Еще Тут Парень Был Я Уже Не Помню По Поводу RabbitMQ И Контроля Совместимости Разных Форматов Вот То Что Я Рассказал Это Спецификация Пакта Версии 2.0 Есть Спецификация Версии 3.0 Которая Сделана Для Контроля Как раз МКУ Сообщений Но К сожалению PHP Реализация Пакта Я Недели Две Назад Попробовал Взять Мастер Ветку Нет Еще Стабильного Релиза И Скажем Так С пол Тычка Не Завелось Я Решил Что Мы Следующим Шагом Тоже Планируем Делать Контроль Не только Схем Для API Но И для МКУ Сообщений Но Я думаю Это вопрос Времени Потому Что Там Не то Чтобы Разработка Вообще Стоит Там Активно Идут Коммиты Я думаю Там Вопрос Какого-то Месяца Спасибо Спасибо за доклад Хотел бы задать вопрос Относительно Первой части Докладов Которую Поминалось Термин Сложность Скажите Пожалуйста Есть ли Какое-то Формальное Определение Этого Понятия Которое Включало бы Что-то Похожее На единицы Измерения Это Первый Вопрос И Второй Вопрос Это Даже Не вопрос Это Такие Мысли В космос Вот Когда я Разрабатываю Программное Обеспечение Часто Сталкиваюсь Ситуацией Что Сложность Она В некотором Смысле Какая-то Константа Которая Пришла От Бизнеса И Программист В процессе Реализации Задачи Он Может Эту Сложность Только Увеличить Но Никак Не Уменьшить Я Объясню Что Я имею Ввиду Мы Можем Раскидать Логику На Большое Количество Микросервисов Создать Какие-то Уровни Абстракции Но Каждая Новая Сущность Которую Мы Создаем Каждый Микросервис Каждый Контракт Между Этими Двумя Микросервисами Он Уже Сам По Себе Является Информацией И Сам По Себе Добавляет Сложности Поэтому По Первому Вопросу Есть ли Какое-то Формальное Определение Которое Включало Единицы Измерения Второй Вопрос Сталкивались Если Ну Вот Вы С такими Мыслями И Что Вы Думаете На этот счет Я понял Хороший Вопрос Дать На него Однозначный Ответ Естественно Сложно То есть Я не могу Дать Метрику Которая Описала Нам Четко Сложность Есть Разные Стат Анализ Всякие Месс Детекторы Которые Отчасти Где-то Могут Нам Просто Сигнализировать О том Что мы Выходим За Какой-то Порог Сложности Да И В принципе Тоже Самую Бизнес Задачу На самом Деле Мы Можем Решать Разными Способами Вот Взять Паттерны Можем Взять Решить Задачу Без Секого Паттерна Написать Кучу Ифов Илсов И Вот Та же Самая Задача Но Потом Работа С Такой Системой Будет С гораздо Большим Коэффициентом Сложности Чем Мы Можем Применить Допустим Какой-то Паттер Стратегии И Упростить Код Вот Таким Вот Образом Если Говорить Теперь О Каких-то Показателей Есть Правило 6 Плюс Минус 2 То То Количество Одновременно Объектов 7 Плюс Минус 2 То То Количество Объектов Которые Мы Можем Одновременно Оперировать И В Принципе Все Архитектурные Подходы Они Как раз Направлены На то Чтобы Уложить Вот Это Правило Когда У нас Становится Слишком Много Объектов Которыми Мы Оперируем Мы Пытаемся Вынести В какую-то Абстракцию И Работать Только На Одном Уровне А потом Уже Переключаясь На Тот же Другой Микросервис Который Мы Вынесли Там Наш Контекст Из Монолитного Приложения Вот Вы Упомянули Использование Паттернов Есть Какие-то Мне кажется Крайности Одна Крайность Когда У нас Метод Состоит Из Нескольких Сотен Строк Кода Остался Там Написан 15 лет Назад Вот Все Он Работает Прекрасно Но Его Поддерживать Немножко Тяжело Есть Другая Крайность Когда У нас Задача Которая Решается Пятью Строчками Превращается В 15 Классов 20 Интерфейсов 5 Паттернов И еще Это все Покрыто Там Есть Hello World В Enterprise Паттерны Есть Hello World Написанные Не встречали Вы Да То есть Вот Как раз Вы о том И говорите Ну Опять же Здравый Смысл Диалог И Ну Честно Говоря Со Своего Опыта Я Может быть Не столько Обладаю Какой-то Экспертизой Да Как там Большие Бородатые Дядьки Которые Выводят Там Формулы И Ты потом Читаешь Книги Эти И думаешь Блин Как круто Начинаешь Это все Натягивать На свой Проект И Да Не так уж И круто И микросервисы Опять же Это не Панацея Это просто Наш Выбор Был Под Как я уже Говорил Определенные Бизнес Требования А эти Бизнес Требования Уже У нас Встречались То есть Когда В ходе Каких-то Ошибок У нас Происходил Неудачный Деплой И мы Уже Имели Такие Кейсы Когда мы Просто-напросто В спул Собираем Все эти Сообщения То есть Мы имеем Очень упрощенный Буфер Который Принимает А уже Разбором Мы начинаем Заниматься Чуть позже То есть Это все Сложнее Но с другой Стороны Если бы мы Имели Просто Это какой-то Монолит И Задеплоили Этот Монолит И он Просто Упал У нас API Недоступный Это Наверное Первое Что заставило Нас Задуматься Потом Попробовали Сделать Еще Больше Разделения На Контексты И Это Не отнюдь Не серебряная Пуля Везде Микросервисы Сейчас Опять же Тенденция Хайп Везде Попробуем Микросервисы Спасибо за доклад Было интересно Подскажите Насколько увеличилась Сложность Когда вы С монолита Перебили На Микросервисы То есть С двумя словами Были ли у вас Какие-то Дубли Части системы Как у вас Разбивалась Допустим База И так далее То есть Вот эти Технические детали Вашего разбиения Смотрите По сути говоря У нас Наша система То есть Наш бэкэнд Он претерпел Самые минимальные Изменения То есть У нас В бэкэнде Который был В первой версии В монолитной версии У нас была Часть Которая отвечала За Парсинг данных С API Вебфлита У нас была Часть Которая Отвечала За Декодинг То есть Расшифровку Этих сообщений И у нас Была часть Которая Отвечала За Уже Непосредственно Формирование Так называемых Алертов То есть Все построено На Алертинг Мониторинге Мы Поскольку В системе Мы были Завязаны То есть По сути говоря У нас Основная Единица Это Алерт Но Все Что нам Нужно Для формирования Это Единицы Мы легко Смогли Вынести За пределы Этой системы То есть Мы Вынесли Вот как я уже Сказал В роутер Даже там Не в роутер А перед роутером У нас У нас была Система Которая Принимала Сообщения Складывала Это В той Структуре Которую Было нам Достаточно Просто Хранить У нас Был Микросервис Который Получал Эти Сообщения На Расшифровку Он Их Расшифровывал Складывал В следующую Структуру Которая Уже Имеет Расшифрованные Структуры И только Потом Эта Структура Которую Мы Постарались Сделать Такой же Которую Мы Имели В нашем Алертинге Поступало В нашу Систему И по сути Говоря У нас Не было Такого Жесткого Рефакторинга Поскольку Было Построено Вот так Модульно Это Нам Позволило Безболезненно Вынести То что У нас Было В монолите Но потом Основной Еще Задачей Была Как раз Реализация Другой Логики Это Я говорил Огрикалче Транспорт Магазин Который Писался С нуля И нам Уже Это Не представляло Никакой То есть Мы уже Знали Что у нас Там Микросервисы И Мы Наверное Не делили Потому что Мы Не делали Там Шину С юзерами Не делали Там Гейтвей То есть Мы Не наворачивали До такой Степени Чтобы Только Впихнуть Это Потому что Все Это Делают То есть Мы Вынесли Только Необходимые Части Которые Мы Увидели Критические А А на самом деле Для Старого Бэкэнда Там Еще Поле Непаханное Для Рефакторинга И Каких-то Улучшений Добавили Контрактное Тестирование Кстати По поводу Я приводил Вот Крейтед Фрейм Крейтед Это Реальный Кейс Да То есть Мы Правда На Этапе Еще Прототипа Тестирование Прототипа Но Мы Валили Вот так Вот Систему Ну Опять же Да И Опять же Почему Контрактное Тестирование Ну Мы С Ваней Уже Тоже Общались Там На Тему Континюс Интегрейшен В Харькове Мы Применяли Тестирование И Раньше Но Для Меня Всегда Был Вот Эта Проблематика Вот Экспирейшена Мока То есть Моки Везде Используется И я Честно Говорят До того Пока Я не Нашел Пакт Для Меня Это Было Да Классно Но Когда У нас Сторонняя Система Понятно Что Когда Мы Мокаем Веб Флит Но Веб Флит Не Меняется То есть Он Имеет Версионность Уже Стабильный Взрослый Сервис И Надеется На То Что Как бы Там Все Хорошо С Определенной Долей Вероятности Можно Когда Это Системы В Разработки Вот Оно Все Вот Меняется Меняется Контролировать Это Все Становится Очень Сложно И Поэтому Помимо Обычных Тестов Там Интеграционных Н2N Тестов И так Далее Я просто Увидел Что В цепочке Для Аффективной Работы С микросервисами Вот Как раз Этого Было Недостаточно То есть Мы Нашли Попробовали И Опять же Еще Работаем То есть Это Не Финальный Какой-то Результат Следующий Шаг Это Интеграция Валидации Для МТУ Смотрите Я Послушал вас Смотрю У вас Цепочка Просто Микросервисов Насколько У вас Увеличилась Респонс Тайм По сравнению С тем Когда у вас Был Монолит И то Что Сейчас У вас Каждый Микросервис Занимает Какой-то Определенный Промежуток Времени В этот Момент Как-то Я скажу Честно Мы Не Меряли Поскольку Здесь Нет Требования Ну Может быть Наш Алерт Стал Чуть-чуть Дольше Формироваться Может быть Мы просто Не меряли Поскольку В СЛА Нет Жестких Требований На Между Временем Потому что Здесь На самом деле И время Сети И GSM Там Эти трактора Иногда ездят В таких полях Что Да То есть Скажем так Нас за это Еще никто Не Не ускорял Да Да Хорошо Ребята До кого Еще есть Вопрос Да Самый лучший Вопрос Поскольку Действительно Жизненный И Дать на него Ответ Я реально Пока не могу Хорошо Так Давайте Попробуем Женю Спасибо Спасибо Аплодисменты Аплодисменты Спасибо 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 Аплодисменты